Спасибо, спасибо. Значит, связь есть. Спасибо, спасибо, друзья, спасибо. Начинаем наш телемост. Сегодня, уже когда все школьники ушли в школу, или, вернее, ходят в школу, началась осень, полным ходом идет подготовка к кинотрансу. То есть мы находимся в очень активном и очень интенсивном процессе. Поэтому, в первую очередь, хотелось бы всех поздравить, кто сегодня присутствует и, может быть, будет прослушивать последствия нашей записи этого телемоста с результатами, которые все наше инвестиционное сообщество сделало за август месяц. Это очень хорошие результаты по всем показателям, по приросту, по глубине работы, по инвестициям, по использованию пакетов, то есть возможности пакетов. Чувствуется, что процесс идет интенсивно. Мы полностью очень неплохой вклад сделали и делаем постоянно в процесс подготовки на транса, что для нас очень существенно. И тем самым наше сообщество капитал, инвесторов, капитал, который сегодня здесь собрался, направлена работа наша именно на то, для того, чтобы Экотехнопарк, сама технология в ближайшее время все больше и больше получала бы возможность для того, чтобы полным ходом продолжить процесс сертификации. Я уже неоднократно, и коллеги неоднократно мы говорили, что процесс идет. Смотря на то, что в чатах такие проходят дискуссии, еще не все из вас уверены в этом, что процесс сертификации идет. Он идет, друзья, полным ходом уже идет. А это значит, что седьмой этап, он, скажем, и по всем параметрам, и по проекту Экотехнопарка, вот-вот в ближайшее время может закончиться. Но это не является какой-то страшилкой, это реальность, к которой мы должны быть готовы. Что еще надо сказать, скажем, о том, что как капитал-компания подготовилась и готовится для удобства работы, для того, чтобы площадка, на которой мы осуществляем инвестиционную деятельность, работала эффективней. Сегодня надо отметить то, что личный кабинет уже сегодня работает на семи языках. На самых основных мировых языках это русский, английский, немецкий, французский и, естественно, еще и другие языки, которые наиболее активно подключились к процессу инвестирования, вернее, люди, носители этого языка для этих регионов. Новые возможности появились и в сайте. Сайт тоже постоянно дорабатывается, еще он находится в процессе. На сайте мы тоже можем уже получить информацию на пяти языках, но он требует еще доработки на различных языках. Поэтому процесс идет, это все не мгновенно происходит. Новые возможности в личном кабинете появились. Там абсолютно интересные, более простые решения. Новый пакет документов инвестирования. О нем я сейчас расскажу вам. Вот он здесь показан у нас, и я бы к нему быстро по нему прошелся. Какая особенность теперь отработанного нового пакета документов? Дело в том, что для чего это нужно? Это не просто какая-то прихоть. Ведь, смотрите, мы все очень четко должны себе представлять, что мы находимся в инвестиционном процессе. Во всем мире это рассматривается как абсолютно нормальный процесс. Мы не покупаем и не продаем акции, а мы инвестируем и получаем определенные гарантии, получаем залог и пользуемся этим. Регистрируешься в Кэпитал, я получаю личный кабинет, или кто-то, кто регистрируется, получает свой личный кабинет. Он знакомится с документами. Об этом мы неоднократно говорили, повторение мать учения. Какие это документы и что в них такое особенное? Это меморандум, комплекс документов. Это описание юридической структуры для реализации самого проекта SkyVay. Это надо знать. Я еще раз повторю, что этапы развития группы компаний SkyVay 15 этапов. Сегодня мы на седьмом этапе. Здесь тоже перечень запланированных действий и так далее. Бизнес-план. Бизнес-план. Там хорошо описано много различных особенностей этого процесса. Там как раз вы можете найти ответы на целый ряд вопросов. Когда люди задают эти вопросы, чувствуется, что они знакомились с этим документом. Там дана оценка эффективности самого проекта, оценены риски и так далее. То есть этим тоже к этому надо идти. Представлены аудиты, аудиторские заключения о том, как осуществляется бухгалтерский учет, финансовая отчетность в компаниях, с которыми они связаны, и как это осуществляется, насколько все эффективно. Поэтому это дает возможность оценить, как компании развиваются дальше и те компании, с которыми работает группа компаний, или внутри группы компаний SkyVay. И самое основное, что здесь в желтом выделено, это договор инвестирования с обеспечением. Здесь как бы три стороны. Это инвестор. Я или вы, или кто-то, любой из нас, или кто-то из наших знакомых. Это Global Transport Investment. Это главная компания, которая является владельцем всей интеллектуальной собственности. И First SkyVay Invest Group. Это SkyVay Capital. Как бы его обозначение этой компании. И между двумя сторонами заключается соответствующий договор инвестирования с обеспечением. Информация о ходе реализации проекта. Это видеоотчеты, это различные инфобазы, инфообзоры, оценки и так далее. То есть мы видим, что все это в кабинете нашем есть. Инвестпакеты мы выбираем, решаем инвестировать. В первую очередь, особенность в новом кабинете и с новым пакетом документов, это верифицироваться в личном кабинете при выборе инвестпакетов. Происходит новая верификация, это как бы обозначение. И что здесь самое существенное? Вот здесь четыре как бы блока. Вы совершаете инвестицию с обеспечением. Что это значит? Вы по своему желанию в любой момент получаете акции Евразин Рейлс Кавей Системс Холдинг под свою инвестицию. Вы решаете это делать и заключаете договор с поручителем. Вы получаете право передачи вам акции Евразин Рейлс Кавей Системс Холдинг. Передачи под залог или вместо залога. Вы можете реализовать третье. Вы можете реализовать ваши требования в течение трех лет, если вы сразу не хотите или по какой-то причине не вступаете и не воспользуетесь залогом. В этом случае, если вы сразу не использовали право требования на акции Евразин Скавей Системс Холдинга. То есть у вас остается право получения через три года, получения определенного дохода, если он у компании, или когда он у компании будет, в определенном количестве процентов, все это вы прочитаете в договоре. И в случае, если вы все-таки, а мы интерес инвесторов в основном-то как раз в том, чтобы стать совладельцем этого бизнеса, вы становитесь полноправным, берете, воспользуетесь залогом, это требование, принимаете требования у компании, поручителя получить эти акции, вы становитесь полноправным совладельцем бизнеса Скавей, максимально снизаются риски ваши, так. И получив эти акции, вы можете в будущем заработать именно на приросте стоимости этих акций, вот, в первую очередь. И во вторую очередь, естественно, это так называемый, участвовать в будущем получении доходов в виде дивидендов. То есть это все преимущества. И вы заноситесь, вас заносят процедуры в Евразии на Ревске и Систем Схолдинг, вас в регистр, и вы в лицензированном реестре или в регистре. И это все самое важное, то, что я хотел вот по этому поводу сказать. Теперь, смотрите, еще очень важно то, что идет подготовка новых пакетов. Да, седьмой этап он не вечен, он достаточно зависит очень многое от, не многое, а достаточно существенно зависит от того, как от завершения инотранса. Вот, теперь очень важно еще и то, что хочу обратить ваше внимание на использование средств с бонусных счетов. Дело в том, что в компании, в ваших личных кабинетах существует достаточно большой резерв средств на бонусных счетах. Но компания Capital подготовила специальный пакет или пакеты даже для использования средств с бонусных счетов. Я рекомендую с этими пакетами ознакомиться. Они очень неплохие, имеют как бы возможности, значительно лучше, чем по другим пакетам, чтобы использовать эти средства. На подготовке целый ряд новых пакетов в связи с подготовкой перехода на следующий этап. Так что это все основные новости, дорогие друзья. Я хочу передать свое слово следующему выступающему из команды Capital. Это Алексей Суходоев, специалист с широким интеллектуальным потенциалом, с большим интеллектуальным потенциалом, с широким кругозором. Он хорошо владеет международными отношениями и в основном остановится на таких тоже очень важных вопросах. Это как расчетные возможности в среде, в личном кабинете, используя именно благоприятные возможности, он об этом сам скажет. Возможности использования потенциала именно иностранца. И дальше уже там передаю слово Алексею. Алексей, прошу. Благодарю, Владимир. Приветствую, дорогие друзья. Сегодня, да, у нас телемост, то есть нетрадиционный вебинар, поэтому хотелось бы говорить по конкретике и по новостям, потому что может улучшить нашу работу внутри Skyway Capital для развития проекта Skyway. Дорогие друзья, все мы прекрасно знаем, что нам необходимо популяризировать максимально Skyway и распространять информацию о нашем проекте, для того чтобы, которые, собственно, не заканчиваются далеко на том, что произойдет после инотранса, то есть напоминая всем, что нам нужно еще будет построить и высокоскоростную трассу, и объем капитализации тех адресных проектов именно по высокоскоростному направлению, он будет колоссальным. Соответственно, для того, чтобы участвовали все страны, и даже те страны, которые на сегодняшний момент не имеют возможности комфортно работать внутри Skyway Capital, а что такое для нас комфортная работа? Комфортная работа – это в первую очередь совершение, когда уже человек понимает, что желает инвестировать и помочь развитию проекта Skyway, то, соответственно, встретиться может только одно препятствие – это какие-то проблемы с транзакциями, либо удаленность страны. К примеру, если из страны третьего мира человек захочет инвестировать, то выходов на платежные средства, которые будут комфортны именно для него, не так много. Поэтому я напоминаю, дорогие друзья, что мы ввели такой очень актуальный и очень развивающийся рынок и платежную единицу, как биткоин. Это криптовалюта, которая была выбрана среди прочих на данный момент представителями Совета правления Skyway Capital. Поэтому для таких стран, как Индонезия, для таких стран, как Таиланд и для других стран, для которых не подходят традиционные платежные средства, мы сделали свой кошелек для принятия биткоинов. То есть, соответственно, если понадобится, сейчас у нас активно ведутся переговоры, в том числе и с китайской будущей веткой, соответственно, вывод также можно рассматривать при желании партнеров и наших инвесторов, также в биткоинах. Это первая часть, о чем я хотел сказать. Второе. Все мы прекрасно также понимаем, что нам нужно наряду с развитием и строительством эко-технопарка, опять же, для максимальной популяризации проекта, применять те средства и те методы рекламы, которые не противоречат законам о СМИ и рекламе, и которые одновременно будут подтверждать нашу инновационную составляющую, и я могу сказать, что вчера было обсуждение одного из таких вирусных способов. Это будет создавать определенный вау-эффект, и, соответственно, сейчас было поставлено техническое задание программистам, специалистам. Одно я могу сказать, это будет связано с эффектом виртуальной реальности. То есть об этом инструменте, когда он уже будет готов, узнает все, потому что это будет использоваться везде. Также я хотел бы отметить, дорогие друзья, что подготовка на Inotrans ведется и продолжается, несмотря на то, что подвижные составы, эти замечательные функциональные и современные машины были полностью сконструированы, построены и закончены, завершены до той стадии, чтобы переместить их, соответственно, уже на выставку Inotrans. То есть на этой неделе они уже отходят в Берлин, либо уже отошли. И, соответственно, работа, проработка с администрациями, с мэриями велась даже на этой неделе. Очень интересные новости появились как по моей области, то есть Челябинской области и Свердловской области. И, собственно, по Самаре, как и обещали, собственно, также администрация выразила желание присутствовать на выставке Inotrans, и, соответственно, там будет более плотное общение. Соответственно, я могу сказать, дорогие друзья, что мы действительно готовы перейти на восьмой этап. Когда это произойдет, скажет только головная компания, лично Анатолий Эдуардович Юницкий. Но мы идем в ногу со временем, с планами. И я могу сказать, что мы наращиваем обороты. И, собственно, с чем я вас могу и поздравить. Но не забываем, я всегда на вебинарах делаю акцент. Те средства, которые скапливаются на бонусных счетах и так далее. Кто-то хочет сыграть на разнице курсов. Дорогие друзья, помним нашу истинную цель, нашу миссию, что мы все заинтересованы в реализации проекта Skyway, поэтому с бонусными счетами, пожалуйста, распоряжайтесь как можно быстрее для того, чтобы они либо опустошались, то есть вы выводили денежные средства с бонусных счетов, либо пользовались тем продуктом, который представлял Владимир Маслов. И у многих, дорогие друзья, возникает тот вопрос, а чем же мы будем заниматься после того, как, если вдруг, и мы все этого прекрасно ожидаем, дорогие друзья, мы все ожидаем, когда же закроется возможность финансирования, когда будет происходить капитализация, и чем мы после этого будем заниматься. Колоссальное количество вопросов об этом и о многом другом расскажет Сергей Анатольевич Сибиряков. Тот человек, который, в отличие от нас всех вместе взятых, членов Совета правления, и который также является членом Совета правления Skyway Capital, занимается 16,5 лет проектом Skyway. Спасибо, Алексей. Спасибо, Володя. Как слышно, как видно. Друзья, отлично, отлично. Ну, рад приветствовать вас. Сегодня мы за правило взяли такой телемост и такую встречу с партнерами, с друзьями проводить раз в месяц перед важными событиями, как итоговый отчет, как основные новости. И сегодня, конечно, друзья, можно сказать, что мы стоим на пороге такого эпохального события. И, естественно, что мы не можем, ну, и, так сказать, это и есть основное сегодня наше внимание, акцентирование внимания. И я сегодня, сосредоточиваясь, друзья, вот просто акцентирую на двух очень важных моментах, которые, вот на мой взгляд, вот, друзья, вот просто прошли несколько, ну, как сказать, даже незамеченными, и многие даже не обратили внимания. Мы настолько живем с вами уже в, скажем так, динамике развития Скайвея, что многие события, которые сегодня происходят, мы просто даже не замечаем. Вот, друзья, приведу пример, наверное, вот я с Анатолием Дуановичем вчера разговаривал, позавчера, ну, мы в основном общались по... Сейчас началась очень мощная такая информационная атака на Скайвей, то есть она началась со статьи в онлайнере, вот, где там такой горе-журналист, которого сам напросился, потратили на него целый день, и потом выдал, ну, настолько Пасквиль, и настолько еще и статью, которая перевирает саму суть. Я вчера, кстати, в Перископе тоже разместил, и потом попросил ребят, чтобы на онлайнере прямо разместили мой комментарий, потому что он назвал нас всех лохами, меня лохотронщиком. Почему я называю меня? Потому что я активно работаю по принесению, по продвижению проекта Скайвей, и я с Юнин таким Анатолием Дуановичем знаком. Ну, вот, скоро будет 17 лет, и я все время это в проекте. Поэтому, когда называют лохами, то я лох с 17-летним стажем. Поэтому, когда это лично ко мне относится. И второй момент, когда говорят лохотронщики, это значит, я, который привлек сюда уже, ну, скажем так, сотни тысяч долларов и людей, которые пришли инвестировать в работу, значит, я один из основных лохотронщиков, поэтому, друзья, это лично ко мне относится. И сейчас готовится целое такое, целое ответных действий, то есть, связанное с судами и опровержениями. И мы сейчас много это обсуждаем по стратегии. Но это, друзья, чтобы вы понимали, это целая череда нападений, которые сейчас идут, вот, и активизировались. Это, друзья, нормально. Это то, что увидели, что проект подходит к реализации, то, что сегодня он уже становится реальным. И поэтому мы никогда не скрывали, что у нас, кроме друзей, партнеров в 82 странах и полумиллиона людей, которые участвуют в проекте, больше 100 тысяч активных инвесторов. У нас есть еще друзья и недоброжелатели. Это ничего тут, есть завистники, есть конкуренты. Это, друзья, вполне нормально. И сегодня идет активный процесс сталкивания этих сил. Это тоже, друзья, нормально. И тут много задают вопросов, а как вы будете там бороться там с монополистами, бороться там еще с кем-то. Друзья, по мере того, как активизируются наши оппоненты, друзья, у нас, получается, появляется все больше и больше сторонников, больше и больше союзников, тех, кому нужна. И это, друзья, очень мощная сила. И тут Алексей говорил, у нас на выставке будет и губернатор Челябинской области, откуда Алексей Мэр, и там, и министр транспорта, и Германия, и Словакия, и из Татарстана будет. Ну, в общем, друзья, вы увидите все эти репортажи, будет интереснейшее такое событие. Мы это в прямом эфире обязательно будем показывать в Перископе. Ну, и потом репортажи, которые будут выходить, увидите. Ну, давайте остановимся на тех важных событиях, которые вот сейчас произошли, и на которые мы, друзья, находясь внутри, даже не обратили внимания. Причем кто-то не обратил внимания, потому что для него уже естественное развитие, то есть строятся опоры, натягиваются струны, делается подвижной состав. Это естественное развитие проекта. А кто-то не замечает, потому что, они говорят, 38 лет Юницкий делает, ничего не сделал, и сейчас, ну, подумаешь, сделали машину передового уровня, которая определит развитие всей транспортной отрасли на ближайшие 50 лет, повезли ее в Берлин, ну и что, что из этого такого? Так же, как он увидел когда-то смартфон, и говорит, ну и что, что это за машинка, как она изменит нашу жизнь? Ну, построили 4 трассы путевой структуры сегодня, которая уже начинает монтироваться, и в ноябре к испытаниям переходит. Ну и что, друзья, ну, построили 4 трассы, которые там, ну и что из этого? Вот, а позавчера вышел репортаж, когда анкерную опору для Юнибайка, друзья, первую опору ставили сейчас, посмотрите репортажи, а вторую опору ставили 20 минут, чтобы было понятно, это ключевой элемент трассы, который принимает на себя напряжение. Так вот, эта опора ставилась 20 минут. Друзья, и опять, понимаете, ну, подумаешь, ключевая вещь за 20 минут построилась, там, а сама эти промежуточные опоры ставились 3 месяца, и что в этом такого особенного? Друзья, да в принципе, опять же, кого это не интересует, или кто к этому относится, ничего особенного не произошло. Просто год назад родилась концепция Юнибайка, потом она была спроектирована, построена, за 4 месяца построены промежуточные опоры, сейчас поставлены анкерные опоры, буквально за меньше месяца будет смонтирована путевая структура, изготовлена машина, который будет, а цифры, которые, друзья, мы произносим сегодня, и которые будут именно демонстрированы при запуске Экотехнопарка, это о том, что эта трасса будет пропускать 100-200 тысяч пассажиров в сутки, чтобы было понятно, это метро. Так вот, но только это легкие, ажурные конструкции, все это построено и сделано в течение 3 месяцев. Вы представляете метро, которое прокопать несколько километров, чтобы это представлялось, можно было постоить за 3 месяца. И опору, которая будет основной ключевой станцией, через которую будут проходить сотни тысяч пассажиров в сутки, она монтируется за 20 минут. И после этого вот эти горе-журналисты говорят, да что у вас там такого происходит, что вы там такого показываете? Друзья, мы показываем вообще новую отрасль, которая перевернет все представление перемещения. А так, в общем-то, ничего необычного не происходит. И поэтому, как раз, друзья, сейчас, когда мы подошли к инотрансу, когда мы заявляемся о том, что технология SkyWay, что Транснет и автор инженерной школы Юницкий создали отрасль, которая сегодня будет менять весь обувь цивилизации, вот как раз, друзья, в сентябре это становится очевидным. Сегодня мы это все делаем, демонстрируем, показываем. И как раз, друзья, мы с вами все делаем это своими руками. Почему для меня сегодня это очень важно? Потому что 3 года назад, вот вспомните, когда мы начали проводить первые вебинары, мы вынуждены были говорить о том, что мы будем собирать конструкторское бюро, мы будем выбирать площадку для строительства, мы будем строить новые образцы, мы будем выходить на рынок. Друзья, сегодня, когда я слушаю презентации, которые проводит Алексей Суходоев, уровень которого растет, ну просто, друзья, вот я с ним познакомился 2,5 года назад, и сегодня он тогда был талантливым парнем, а сегодня то, что он делает, я сам у него начинаю учиться. А какие презентации делает сегодня Виктор Баборин на английском языке, друзья, у меня просто зависть берет. Но, понимаете, у них есть сегодня возможность показать ретроспективу, что вот, друзья, было 3 года назад, вот что мы сегодня сделали, а вот что мы будем дальше делать. И ни у кого не возникает сомнений, друзья, о том, что мы это сделаем, потому что показали, что сделали за 3 года, поэтому в чем вопрос, что мы это будем делать дальше. А когда у технологий есть история, 15 лет назад строили полигон в озерах, а есть разработки, которые Юницкий показывал еще 40 лет назад, включая вакуумную трубу, которую сегодня так активно продвигает Илон Маск, посмотрите монографию Юницкого, он об этом говорил еще 40 лет назад, так, между прочим, чтобы было понятно. Так вот, и когда мы сегодня говорим, что да, друзья, и мы в следующем, пятого поколения технологии Skyway, выйдем в гиперскорости, то есть 1250 км в час, это все, друзья, делается. И поэтому ни у кого не возникает сомнений с точки зрения специалистов, профессионалов. То есть, когда, вот я присутствовал лично, когда Виктор Бабурин делал презентацию министру транспорта Словакии, то за 30 минут он ему показал всю основу, он ему показал всю технологическую часть, и никаких вопросов не возникло. Министр сказал, да, я понимаю, я вас союзник, я приеду в Берлин, и дальше мы будем делать концепцию развития с использованием технологии Skyway. Вы, друзья, все знаете нашу историю с Родом Хуком, которого пригласили наши активисты, он приехал, два раза приезжал с экспертами, сегодня это наш активнейший сторонник, он возглавляет управляющую компанию Skyway Австралия, и он по просьбе Анатолия Дарча Юницкого будет презентовать на Инотрансе именно технологию, потому что там будет очень много высокопоставленных чиновников, и естественно, чтобы они общались с уровня, то есть, когда бывший министр общается с нынешним министром транспорта, тем более, это министр транспорта континента, и будет общаться с министром транспорта, то это одного уровня вопрос, поэтому Род Хук согласился и с радостью принял предложение Анатолия Дарча именно презентовать технологию Skyway в Берлине. Это тоже для нас очень важный такой момент. Так вот, друзья, когда мы показываем то, что сделано за эти три года, я помню первую конференцию, которая была в марте 2014 года, и встала одна очень такая, очень интересная женщина, мы переписываемся сейчас, я бы сказал, даже дружим, мы очень много общаемся, то есть, я ей помогаю, то есть, когда меня просят она с кем-то переговорить с точки зрения информации, вот она встала в зале и задала вопрос, вот мне нравится технология, мне вы нравитесь, вот как люди, которые несут эту концепцию, ну что я, простая пенсионерка, могу сделать, чтобы продвинуть, ну я купил акции там на 2000 рублей, могу там 1000 рублей с каждой пенсии откладывать, вот все, но что это 1000 рублей, что мой вклад может изменить в эту технологию, вот друзья, два с половиной года назад я пожал плечами, я сказал, я рад, что вы с нами, я рад, что вы делаете, но я не нашелся, что ответить, потому что я не понимал суть самого краудинвестинга, потому что я только-только к этому стал подключаться и только-только по просьбе Юницкого стал читать вебинары, проводить встречи, для того, чтобы доносить информацию, которую я знаю 16 лет о проекте, а сейчас, друзья, вот по прошествию почти трех лет, я могу сказать, что вот именно с такими людьми, вот с такой именно армией союзников и наших сподвижников мы сделали то, что было невозможно сделать за предыдущие 40 лет. Мы с вами создали краудинвестинговый фонд, венчурный фонд, мы собрали инвестиции, мы вложили их в технологии, мы продемонстрировали то, что сегодня есть и сентябрь и на транс этому яркое тому подтверждение, потому что туда приглашают только тех, кому есть, что показать или рассказать. И, друзья, мы с вами в октябре приступаем уже к демонстрации, то есть именно ходовым испытаниям тех машин и агрегатов, которые мы сегодня создаем. И это, друзья, только начало процесса, его остановить будет невозможно, и он растянут, времени будет на ближайшие 100 лет, потому что постоянно будут показывать новые машины, постоянно будут показывать новые варианты, новые технологии и так далее. Этот процесс, который будет развиваться бесконечно. И это, друзья, мы с вами сделали. И кто бы сегодня не говорил, кто бы сегодня не пытался показать, что, ребята, у вас ничего нет, друзья, это разговор не ко мне. Во-первых, когда мне звонят, я сразу кладу трубку, я говорю, у вас за три года ничего не изменилось, я говорю, все, вы не туда звоните, потому что у нас за 20 минут анкерный опор ставится в прямом эфире. Поэтому, друзья, вы не туда звоните, что ничего не происходит. И второй момент, что сегодня тот процесс, который запущен, он делает именно системно образующий целую отрасль. И когда Юницкий три года назад, вспомните его первое обращение, когда он сказал, что мы создаем целую отрасль, которая сегодня востребована цивилизация, вот сейчас можно сказать, что она готова к демонстрации, она готова к работе. И, друзья, мы это сделали с вами краудинвестингом. То есть сегодня то, что считалось невозможным, то есть вот по вот этой тысяче рублей пенсионерке, которая вкладывает деньги, вот сегодня этот механизм, друзья, работает. И мы с вами, можно сказать, сделали невозможное. И когда произносится, и вопрос очень много звучит, особенно мы с Алексеем это много говорим. Почему? Потому что мы участвуем в этом процессе. Сегодня подключаются крупнейшие инвесторы, крупнейшие фонды. То, что, друзья, для них становится очевидным. Мы с вами за три года стали понятными. Мы стали демонстрацией той технологии, которая уже сегодня есть, она уже впечатляет. Потому что люди, которые приезжают в Марину Горку, видят своими глазами. А те, которые еще видят наши юнибайки и которые еще в них посидят. Я, прям, друзья, еще недельку потерпим. Не могу говорить про инновационный пол, потому что обещал Анатолий Дуарович. Но я вам обязательно из Берлина в прямом эфире в Перископе покажу. И вы просто сами поймете, насколько это инновационная машина, у которой даже вот такой инновационный пол. Вот. То есть мы сегодня дали новый концепт. То есть юнибайк и мы с Алексеем почему очень с такой большой радостью, потому что мы участвовали вообще в зарождении самой этой идеологии. Потом мы много обсуждали с Анатолием Дуаровичем, как это будет выглядеть. И сегодня видеть, как на наших глазах за один год, друзья, от концепции это уже рождается именно в действующий образец. И мы в Берлине показываем машину, которая сделана на мировом техническом уровне, то есть на самом передовом. И это то, на чем будет ездить весь мир буквально через 5-10 лет. Весь мир, друзья. Потому что ту новую концепцию, которая сегодня закладывается в Skyway, когда вы, не вставая со своего кресла, можете перемещаться в любую точку мира еще и бесплатно, это, друзья, то, что мы с вами создаем. И вот здесь вот я готов выслушать, вот именно по этому утверждению, что мы фантазеры, что мы мечтатели, что мы еще что-нибудь, друзья, это футурология. И я готов это отстаивать, эту точку зрения, так же, как когда я в 95-м году увидел первый на ладонник, мне сразу стало понятно, что это перспектива, что за этим все пойдет. И весь интернет придет туда. И поэтому я с самого начала, с 91-х годов, как только появились первые Sony Ericsson, и помните, такие аппараты с большим экраном, вот я всегда их обязательно имел, потому что мне стало понятно, что это развитие интернета. А сегодня это не вызывает ни у кого сомнений, потому что iPhone 7, уже Note 7, который пришел, это уже стало очевидным. Так вот, друзья, точно так же сегодня трудно кому-то понять, что тот Unibike, который мы покажем, это основа всей мировой транспортной инфраструктуры на ближайшие 50 лет. Это трудно, друзья, представить, но здесь уже как угодно к этому относитесь и верьте нам на слово, потому что мы четко знаем, что мы делаем, мы четко знаем, как вы представляете, потому что мы сегодня проектируем уже более сложные системы, которые... Да, Володя? Вот. Мы сегодня проектируем системы, которые вкладываются в линейные города, которые вкладываются уже в Skyport, которые в Sky-станции, и мы четко понимаем, как будет дальше развиваться отрасль. Соответственно, исходя из этого, очень много сейчас идет обсуждения вопрос того, а что делать с теми структурами, которые создаются, когда будет закрываться краудинвестинг. Друзья, во-первых, это наша задача для того, чтобы финансирование шло за счет крупных инвесторов, а во-вторых, мы создали сегодня с вами мощнейшую краудинвестинговую систему, работы у которой, друзья, непочатый край, потому что в инженерной школе, которую создал Юницкий, сегодня целый набор технологий, мы об этом говорили, Sky-технологии, Sky-тека, которые будут не менее интересны, чем Skyway. Skyway – это локомотив. Мы с вами сделали и запустили этот процесс. И, друзья, фонд и люди, которые запустили такую отрасль, как Skyway, если дальше мы будем развивать и сельское хозяйство, и строительство, и индивидуальное строительство, градостроительство, то, как вы думаете, друзья, мы будем отвечать за свои слова или нам будут верить люди, которые, соответственно, что команда, которая запустила Skyway, будет запускать в следующее направление. Поэтому, друзья, мы сегодня уже формируем, и кто слушает Виктора Тарасова, Гузель, Григория Мирошниченко, уже сегодня формируется основа для будущего инвестиционного фонда, крупнейшего инвестиционного фонда, который будет работать. Сегодня формируется основа для создания крупнейшей платежной системы, нашей платежной системы. Мы сегодня уже формируем основу для создания крупнейшего производства, потому что вот эти вот юнибайки сейчас, которые сейчас, они будут производиться сотнями миллионов штук. И это тоже, друзья, будет целая отрасль, в которой будет. Поэтому не переживайте по поводу того, вы попали в очень интересное время, в очень интересную команду. Мы с вами доказали за эти три года, что мы можем делать, и мы создаем то, что мы декларируем. И поэтому, друзья, я очень рад, что сегодня люди, которые наши сторонники и те, кто поверили изначально в идеологию и в технологию Skyway, вы пришли, вы с нами, вы работаете. Но уж я думаю, друзья, что мы вас не разочаровали за те декларации, которые мы делали три года назад и за те результаты, которые мы сегодня показываем. И сегодня не так много команд, друзья, которые декларируют, а соответственно, потом демонстрируют то, что говорят. Так вот, сегодня я очень рад, что собралась команда профессионалов и в конструкторском бюро, и в Skyway Capital, и в других фондах, которые создают, работают. Мы сегодня можем позволить себе декларировать многие вещи, потому что мы знаем, как их исполнить. Поэтому, друзья, я очень рад, что мы с вами дожили до сентября 2016 года демонстрации технологии в Инотрансе. В октябре-ноябре будет уже начало демонстрации, мы все это будем обязательно показывать. Это начало жизни технологий. Поэтому, друзья, мы с вами в нужное время и в нужном месте. Ну, естественно, строй Skyway, спасай планету. Володя. Спасибо, Сергей. Дорогие друзья, мы практически охватили основные вопросы. На завершение хотелось бы, или в завершение хотелось бы просто обозначить. Вы понимаете, что очень важно то, что происходит в процессе, в каком находится Экотехнопарк. Не надо этого... Ну, все время хочется это как бы усилить, потому что четыре трассы. Сергей очень четко сказал, четыре трассы они практически уже подготовлены и готовятся в различных стадиях подготовки находятся. Два транспортных средства. Я вот уже на каком-то вебинаре тут эстонцам говорил, что была связь с Анатолием Эдуардовичем, он улыбающийся на экране. Я говорю, Анатолий Эдуардович, приятно видеть ваше, какое хорошее настроение. Он говорит, ну, еще бы не хорошее было. Я только что приехал с площадки, где готовятся к отправке транспортные средства, которые поедут или будут отправлены на Иннотранс Берлин. И когда я посмотрел, посидел, потрогал, он говорит, что, скажем, это не хуже, а может быть, где-то и лучше, чем уровень качества Мерседес-Бенц. А Мерседес-Бенц, мы знаем, что это уровень качества, что бы там ни было. И поэтому я хочу просто передать эту радость и вам, потому что мне это было очень приятно услышать и увидеть, что все-таки то, что мы делаем, мы вкладываем нормальные, в абсолютно новые, инновативные технологии. А чтобы к этому быть причастным, это немало чего стоит, дорогие друзья. Вот. И теперь от этого технопарка мы, Кэпитал, что такое мы, Кэпитал? Мы, Кэпитал, это площадка, которая осуществляется, весь этот процесс инвестирования со своей стороны. Это все мы, инвесторы, кто вы там есть по другую сторону экрана, все ваши знакомые, которые к этому причастны. Мы делаем все для того, чтобы нормально построить этот процесс. Поверьте мне, команда готовит очень много, скажем, таких рабочих изменений и в личном кабинете дополнительно, хоть он и новый вошел, но он в постоянном процессе развития находится. Языки постоянно прибавляются. На очереди стоит Китай и Индия. Сейчас разрабатывается стратегия выхода на, скажем, эти пространства, работы с лидерами этих регионов. И это тоже работа Кэпитал, работа головной компании, которая нам помогает очень сильно в этих вопросах. Ну и, естественно, готовится переход на восьмой этап, дорогие друзья. Это не пугалка, это реальность, я еще раз повторюсь. Вот. Что такое восьмой этап в денежном выражении? В денежном выражении восьмой этап, это, дорогие друзья, 757 миллиардов 500 миллионов так называемых акций, которые будут под залог выданы для осуществления процессов строительства на восьмом этапе. И, что предполагает по бизнес-плану и по плану развития, по этапному плану развития 20 миллионов инвестиций. То есть, этот процесс предстоит. Подготавливаются достаточно интересные пакеты, и как только будет известно, когда это произойдет, вы будете оповещены. И последнее. Вот Сергей очень хорошо сказал, Сергей Сибиряков, что растет постоянный интерес. Я подтвержу это с наших скандинавско-брибалтийских регионов. Вы знаете, очень сильно вырос интерес чиновников. Сегодня в чате задавали вопрос, а не будут ли они палки в колеса ставить? Вы знаете, они не будут ставить, может быть, есть закон Парета, 20% могут мешать, но это только 20%. Есть 80%, которые абсолютно готовы, абсолютно адекватно относятся к процессу подготовки новой технологии и инновативной технологии, и готовы взять. Но денег негде взять, и поэтому кому обратятся? В первую очередь к нам, друзья. Потому что уже спрашивают, что а вы вроде бы где-то там занимаетесь вот этим народным финансированием. Я говорю, народной подготовкой народного краудфаудинга этот процесс идет, и он абсолютно рассчитан на то, чтобы потом, когда начнутся тотальные процессы строительства трасс, он бы поддерживал эти проекты. Так что, друзья, впереди большая мощная работа. я желаю вам всем сил быть все время в форме, быть в потоке информации. Вы получите все наисвежайшие данные с инотранса. И, как говорится, строй, сковей, спасай планету. Повторим. Желаю всем успехов, всего вам доброго. На этом я заканчиваю от имени команды сегодняшний наш телемост. Следующий телемост будет после инотранса в начале октября месяца. 15 октября, если мне память не изменяет. Всего вам доброго. субтитры инотранса